В октябре этого года Максим Галкин покинул израильский город Герцлия, где проживал с семьей более полутора лет. Тогда он отправился в Лимассол на Кипре, а затем продолжил свое путешествие в Восточную Европу и Великобританию. Однако вскоре стало ясно, что возвращение в охваченный военным конфликтом Израиль комик явно не планирует. Очевидно, что Галкин осел на Кипре, где имеет собственную недвижимость. Сам пародист-иноагент предпочитает молчать о мотивах переезда. А вот русскоязычные жители Европы не молчат. Один из примеров – обращение Алены Мартинковой из Чехии, в котором она высказала разочарование и недоверие к Галкину, отметив, что его поступок подорвал его репутацию и вызвал сомнения в его преданности своим поклонникам, причесанных волос манекена недостаточно. В политике нужна сообразительность, интерес к мнению людей и настоящее мужество. А вы свое мужество проявили, когда трусливо бежали со своей второй родины – Израиля, потратив много туалетной бумаги. Господин Галкин – гордость и смелость – не одно и то же. Вы оскорбляете русский народ и плюете в камеру. Ваши настоящие человеческие качества на нуле. Можете и дальше облаивать россиян, но вы ни в чем не сможете сравниться ни с ними, ни с их президентом. Максим Галкин прекрасно понимает, как последний переезд отразится на его репутации и продажах билетов на концерты в Европе и на Западе. Очевидно, что пародист оказался между двух огней, став объектом неодобрения со стороны фанатов и критиков. Теперь Галкину предстоит справляться с этими трудностями и долгое время восстанавливать доверие своей аудитории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова